Казанские блогеры покорили Рунет неофициальной рекламой чебоксарского трикотажа. В сети набирает огромную популярность ролик с рекламы бренда. Авторами записи выступили громкие рыбы. К нам поступил запрос для создания ролика для конкурса красоты. И ребята его придумали. И нам настолько понравилась идея, что когда по организационным вопросам не получилось его реализовать для этого конкурса, мы решили оставить его для себя. И очень хотелось нам, чтобы эта идея нашла свое отражение, даже несмотря на то, что нет такого определенного заказчика. Сами выступили заказчикам к себе на ролик. Просто решили снять, позвали подруг, сказали, йоу, чебоксарский трикотаж, мы придумали идею, дайте нам одежду на пару дней, на один день. И они нам дали, и мы сняли ролик. Мне кажется, просто была идея ради того, чтобы сделать идею. И иногда у тебя есть какое-то такое высказывание, которое ты хочешь. А у нас это было высказывание, сделать такой контрапункт. Сопоставить такой абсолютно немолодежный бренд с абсолютно молодежной подачей. В течение двух дней с момента выхода видео оно стало вирусным и распространилось в сети. Особенно пользователям Рунета понравилось выражение «Гучи шьют в Китае, чебоксарский трикотаж в чебоксарах». Мы снимали в Юдино. Юдино – это идеальное место, чтобы снимать 90-е, потому что там все про 90-е, там ДК, там люди. Атмосферу не пришлось создавать, она сама такая, нас окружала. Мы думали, будет что-то такое локальное, мы, честно, не ожидали, конечно, такого. Ну да, мы не думали такие, ну, наверное, пойдет по всей России, мы делаем продукт для всей России, не было такого. Мы делали, прежде всего, для фана, больше для фана, чтобы наша идея просто реализовать все. Рекламу в том числе и оценил известный журналист Юрий Дудь. В своем инстаграме он назвал авторов ролика «Всадниками креатива». Когда, конечно, Дудь выложила видео, не верили своими глазам? Ну да, когда смотришь лайки, там лайкают люди, на которых ты давно подписан, твои любимые артисты, там, ну, прикольно в целом, приятно. Узнавать это видеть, смотреть. В какой-то момент такая волна цунами пошла, просто с телеграм-каналов, подписок, пабликов и так далее, и нас накрыло. И в конце были еще Дудь. Ролик смонтирован с ретроэффектами. Фоном говорит женский голос, как из советских передач о моде. Кадры с позирующими моделями перемешиваются со сценами кражи клетчатой сумки. Посмотревшие его уверяют, что у них возникает желание купить несколько трикотажных вещей. Каждый оставил себе три кошки после съемок. Да, у нас есть три кошки, водолазки, мы с удовольствием их носим. Но они реально кайфовы. Да, просто настало лето, и их уже чуть-чуть жарковато носить. Чебоксарский трикотаж знал о планах блогеров сделать ролик. Он не вмешивался в сценарий съемки, а лишь снабдил их нужной одеждой. Вообще, чебоксарский трикотаж не так хорошо пошли с наемной контактой. Они дали нам все вещи, которые мы захотели, всех размеров. Поэтому все в натуральном виде в ролике. И после того, как они увидели результат, мы чуть-чуть боялись, поэтому выложили его несогласованным. И это правда. Они сами его увидели и поблагодарили нас. Вообще сказали, что классно, молодежно, и им понравилось. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.